здорово пацаны добрый день всем привет у нас ракеты дефрак теория часть 2 она же бусты но перед этим смотреть какую хрен мы нашли вообще козырная позитивная штука сейчас я наберу 1000 юнитов секундочку там он наверное минут 10 бегали стреляли и смотрели на это для меня это вообще было открытие кстати демонстрация того чего не получилось в том ролике то что она летит со скоростью 1000 юнитов я немножко обгоняю короче смотрите что происходит они взрываются они взрываются и взрываются они причем не как-то рандомно а по истечению 10 секунд это вообще то есть если вам достанется карта где она взрывается через 10 секунд вы знаете вы можете зафейлить и короче с плазмой такая же штука работает там у плазма не взрывается она просто исчезает но это тоже выглядит эффект научит общего пропадаю ништяки короче все все переходим к нашим тогда я спектра это там да давай берем рокет и учимся делать бусты пацаны все очень давно хотели все ждали наконец-то пожалуйста в двух словах что такое буст во время того как когда вы стреляете получаете сплэш от какого-либо оружия причем буст можно делать от любого оружия от ракеты от плазмы от в фиге от гранатки то есть все что вас дамажно но мы конкретно сейчас расскажем на руки потому что у нас серия про рокет про плазму пусты будет отдельно естественно видео после видео в принципе про плазму так вот значит как только вы получаете сплэш неважно обо что вы стреляли об потолок об стену об пол пофиг как только вы получили сплэш и вы находитесь на земле под вами образуется такая поверхность слиг такая скользящая поверхность по которой можно скользить набирать скорость думаю это и так все понятно продемонстрирую и на этой поверхности вы можете набирать скорость дополнительно то есть после того как вы уже получили эту скорость от выстрела ракеты это образуется на несколько миллисекунд после чего вы добрав скорость на земле вы нажимаете прыжок и ваша скорость реально выше и больше получается то вы грубо говоря используете сник как сник в помощь сник в помощь выстрели пожалуйста дай сравнение от первого уроки то если вы стрелили просто скажем это совсем просто до новости 800 начальным разгоном до 900 а с бустом это можно догнать до слышь но тысяча тысяча сто там 1200 на некоторых картах если архитектуру позволяет из первого прыжка можно набрать просто с ракеты можно набрать 1200 юнитов оба пакета что это такое так вот 200 250 даже 1300 были там ну около но это там уже определенной технологии там сейчас тебе мы расскажем давай тормоги стой не грузи людей скоростью так вот сама технология такая давай теперь сама технология такая вы стреляете примерно чуть чуть вниз то есть диагонально толкая себя в пол прицел выше чем выше середины немножко выше нуля то есть вы поднимаете чуть прицел так чтобы вас толкало в пол то есть вы понимаете прицел вверх отстреливаетесь ракеты и вас толкает в пол под вами образовывается эта поверхность в виде гномика как сущность в виде гномика только поверхность в виде слика вот вы должны на ней по ней как бы просликать грубо говоря то есть да у вас это можно сказать даже мимолетное но заметное действие вы должны его ловить и как бы использовать грубо говоря как ну как на стрейфе ввести по ходу вот дядом включено ведь все сейчас подожди да вот теперь включена чтобы получать от этого толк и скорость вы должны ввести по ходу то есть все завязано на стрейфе вот как мы говорили в роликах про стрейф то на нем завязана эта часть любой вещи карты даже этого оружия получается то есть грубо говоря я сейчас зайду на карту просто покажу пацанам вот если выключить худ чтобы ничего не мешало ваши действия заключаются в следующем вы должны набрать идя вдоль стены вот вы изначально выставляете прицел так как надо вы идете вдоль стены набираете максимальную скорость это естественно зависит от вашего угла поворота вы можете даже поиграться 482 мы набрали максимальную скорость кстати вот как определить идеальный угол вот вам маленький гайд меняя угол ваша скорость изменяется должна быть у вас максимальная скорость 480 два юнита моя максимальная скорость выставляете кстати этот угол 37.6 запомнили ну примерно так особо больше будет влиять то как вы будете действовать дальше вот начале начальное ваше действие выдал вы набираете максимальную скорость которая возможно на земле после чего вы нажимаете выстрел не жмете прыжок то есть если это замедление мы обязательно покажем там там будет все видно сейчас это невозможно на сервере значит вы жмете выстрел вы скользите делаете движением и вы все еще жмете только одну кнопку а в моем случае ну то есть влево вот так потом выстреливаете вы во время выстрела наблюдаете за скоростью потому что этот момент очень быстро проходит когда вы ловите этот слик он буквально несколько секунд да он практически моментальный проходит то бишь как только вы выстреливаете вы вы себя вот этой кнопкой и движение мыши от стены вот то есть вы жмете кнопку а и ведете мышь от стены вы себя возвращаете к стене то есть если я не двигал меня вот так вот бы отбрасывал а то есть если вот но примеру сами понимаете да чтобы чтобы было еда я набирал его скорость у меня отбрасывала ваша задача нажимая кнопку а вести мышь так чтобы вы к этой стене возвращались то бишь в этом случае вправо относительно этой стенки жмете а жмете выстрел ну и также это делается для того чтобы скорость набирать потому что под вами слик у вас как раз скорость и прицел находится в том месте где у вас худ и поэтому идет прирост скорости вы его ловите и делаете дай бог 1100 псов для гб это средний очень хороший вариант так скажем то есть 1100 уже не зазорно на серве под перед пацанами похвастаться да но это что касается самого простого который идет просто от стенки с разгоном вот таким вот начальный грубо говоря это самый самый начальный буст который проще всего исполнить то есть здесь вы используете по сути дела только одну кнопку вот ну конкретно то что на клавиатуре у вас находится вы используете одну кнопку одну кнопку а просто грамотно движение мыши вы просто должны себя обратно вернуть то что вот эта тонкость проход я думаю пока не стоит вы можете научиться это эмпирическим путем не обязательно по приборам по приборам то есть все это вам говорим о тонкостях почему это так происходит почему скорость набирается на земле потому что ваш прицел оказывается в зоне стопхода вы как на слегке там проскальзывает но это не важно можете посмотреть например потестировать меня допустим нажатие происходит довольно быстро с момента . то есть я делаю 1 2 1 2 я выстрел и сразу прыгают практически при этом надо успеть мышкой вильнуть то есть это должны понимать что довольно быстрый процесс происходит вот а теперь фути покажут жестокие бусты есть разные координации этих густов то есть не обязательно просто об стенку они ходят там отбирают оружие отбирают на старте постараемся охватить им большинство видов ну особо про них много много прям говорить не будем вся суть буста вся технология по идее это вот он начальный все остальное усложняется там добавлением некоторых движений сути остается та же допустим первый возьмем как первый с разворотом на 180 то есть вы прыгаете так ну вначале покажу выглядит он примерно вот так а ну да вот то есть ну за 100 145 там 1500 150 также 1100 в среднем уже можно там ходить да я да я вам че вот делается это также разберем по последовательности действия вначале вы набираете ну при возможно по возможности или просто прыжок с кнопкой вперед допустим если нету места у вас на карте или делаете circle в эту стену то есть диагонально глубоко говоря или прямо даже может ты но это горизонтальную скорость ему нужно иметь делаете прыжок выстреливаете примерно ну опять же будет от карты там ну примерно так же как и по прямой на 45 градусов ну понимаете что вы вам надо немножко угол брать больше пол потому что в этот момент вы будете не на земле как мы изначально были а бы вы были в воздухе вам нужно как можно быстрее коснуться земли потому что поверхность уже образовалась и чем быстрее вы ее коснетесь тем больше скорость наберете давай дальше вот даже блин надо было прыгнуть вы прыгаете делаете выстрел которым толкаете себя в пол и дальше вы должны ну тут без навыка хорошего air-контроля по идее очень сложно будет но так как вы уже посмотрели ролики про стрейф наверняка уже это все умеете а если не просто не посмотрели ставим это на паузу заходим туда в плейлист смотрим потом только сюда возвращаемся до свидули тем кто не смотрел давайте и ловите худ то есть вы стреляете у вас уже какая-то своя начальницкая ну грубо говоря тысячу возьмем вы ловите худ и ведете по этому слику уже не вдоль стены учатся то есть ловите загас обратную положу да то есть получается вот то же самое как это я включил загас меня до этого были выключены ну вот да то есть вы делаете примерно то же самое только это происходит на скорости 1000 не дается вам и вот ну вот этот сник он вам собственно и дает это даже поэффективней бывают вот 1280 касались это даже поэффективнее чем просто буст но тут как-то времени самого сликов почему он же не к тебе потому что у вас изначальная скорость выше то есть circle jump и вот это уже подлетаете к стене почти там 500 там что-то в этом роде поэтому да и на выше как-то дает она одинаково по сути просто начать скорость выше там там 480 максимум а здесь извините да и он технически более сложен потому что надо резко если тут вы держите мышку в одном положении грубо говоря вы ведете совсем чуть-чуть вы ничего к чекнука какие-то микро движения а при гранд бусте к сбусти на 180 градусов вы должны после выстрела поймать момент где у вас худ то есть вы должны чувствовать это вы должны понимать где он будет находиться если будете вести мышку медленнее чем идет ваш худ вы скорости не наберете быстрее вы ее сбросите то есть здесь надо будет оттачивать именно непосредственно этот момент можно делать конечно его также спиной спиной по идее легче но не на всех картах получается на всех картах он удобен потому что получается он шире чем то есть поворот после этого идет довольно широкий и на более узких коридорах вы его не исполните просто более широкий он получается из-за того что вы делаете его уже кнопкой назад и кнопкой стрейфа и вектор естественно вектор тяги смещается гораздо медленнее если просто с кнопкой одной стрейфа и опять же тут встревает стрейф и поэтому идите смотрите изучайте все завязано на стрейфе по идее следующий вид буста вид буста возьмем от пола то есть при получении определенной даже можно без горизонтальной скорости они ему не от гористами от скорости она нужна при получении минимальной горизонтальной скорости можно сделать и высоты при наличии высоты можно делать гб . от пола то есть словить такой момент перед приземлением выпустить ракету получить от нее des今日は опять же под вами образуется определенная сликовая поверхность Про ней поскользить Короче, все то же самое, только от пола Единственное, здесь сложность заключается в том, чтобы Затаймить Своё приземление С выстрелом Точнее, ну, сначала выстрелить Потом уже приземлиться и проскользить Да, ну, делать это спиной Гораздо удобнее В принципе, это Очень редко я встречал на картах Такой элемент, где можно Сделать такое Но В принципе, уметь это бывает очень даже полезно Можно это делать так же Другими способами Там даже в чате пишут, что за читы Не понимаешь, что происходит Ну, очень технически Сложный И система Выстрела примерно как При ПГБ с плазмой Газбустом, да, но о плазме Поговорим в другой раз Ну, основные Ну, все Что-то там хотел Ну, основные, да, вот То есть основные виды Газбустом Это начальный Когда вы просто даете себе Горизонтальную скорость И Вперед, так скажем Мчитесь На 180 градусов Не важно Или это старт карты Или это какой-то поворот На карте Это можно и все Или небольшое Слышь, короче, знаешь Подумал Да Я тут, короче, подумал Раз рокет взрывается Через 10 секунд Можно сделать так Чтобы рокет над твоей головой Это Взорвался И ты сделал Вот в орнамент Буста В пол Нет, можно от сины, кстати, сделать Попробую Только ты не затаймишь ее так Ты не знаешь, когда она взорвется Нет, 10 секунд Нет, давай попробуем Да, нет, нет Ладно, круче Давай потом в этой херне поставим Ладно, ладно Еще есть такая вещь, как подсебяшки Но я думаю, показывать здесь Ну да, можно показать Этот смысл заключается в том, что при Какой там на этой скорости обладать Чтобы они начали действовать Ну, где-то 1300, я думаю, 1200 Мы точно не знаем Это все делается на эмпирическом 1200 Нет, 1200 мало Или угол не тот Все зависит от угла Смысл в том, что Это происходит запуск ракета наперед С каждой скоростью нужно прицел больше двигать в пол Потому что вы обгоняете ракету Идея состоит в том, что вы просто ее обгоняете И она взрывается у вас на полу За вашей спиной Прямо сразу И отталкивает Он добавляет дополнительную скорость Это называется такая подсебяшка Ну это так В народе у нас Да, у нас в народе Называется Технология простая Вы стреляете Ее немножко загодя Она дает вам немножко скорости Поиграться можете с углами При каких углах она дает больше скорости На какой скорости То есть, ну Значения эти меняются Чем больше скорость Тем меньше надо угол Чем, точнее, тем больше надо посмотреть в пол Ну вот Сейчас перейдем к демкам Там, где уже Где уже все это покажем С замедлением Конкретно Какие кнопки Что Жмется Угу Давай Начнем мы с демки ЛК-арка ЛК-арка И поставим таймскейл Блин, там ЛК-арка 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 Погнали 0-3 Раз, два, три И вот Здесь будет Отличная такая вещь Здесь Карта чисто на три буста Первый стандарт На котором вам рассказывали Вот Вуди набирает у нас Скорость 1600 Ой, господи 1160 Извиняюсь Вот Второй буст Он делает от стенки Тоже скользит по земле Нажимая всего лишь Одну единственную кнопочку Вы можете Снизу это у меня кнопочка Показывается Можете наблюдать Как это все выглядит И вот Третья ракета Тоже здесь все Через бусты Проходит Он отстреливается По земле Скользит Добирает еще сотку юнитов А после выстрела Прошу заметить Он набрал всего лишь 1200 Там 40 На земле еще Добрал 100 юнитов Что ему дает Это по времени Это очень существенная Такая прибавка Поэтому бусты Умение делать бусты Вам очень поможет Очень поможет Давай еще раз покажем Это с меньшим замедлом Ставим скил единицы Просто как это быстро выглядит Раз, два, три Технология Исключительно Та, которую мы вам рассказывали По сути дела Это однокнопочная вещь И Весь секрет В вашей Правой руке Или левой Как вы держите Там Мышь Не знаю Не будем вдаваться В подробности Да Все дело в том Как вы поставите Грубо говоря На худ Как вы будете Насколько плавно Вы будете вести Потому что Набор скорости На слике Мы по-моему Разбирали это Происходит Очень плавно Нет Не разбирали А или разбирали Нет, разбирали Разбираем Играли Стрейд Значит Следующее Видео Господи Демка Hunter Run 23RL Там Этот буст Который от стены Будет показан Давай Таймскейл ставь 0-2 0-2 лагать будет Да Ничего страшного Зато будет все видно Давай Раз Два Три Смотрим Здесь вот Как раз С допрыгом К стене Будет Этот самый Буст Вы можете Понаблюдать Какие кнопочки Зажимаются В этот момент Вот он Перед самой Стеной Нажимал Во время Перелеза стены Нажимал кнопку W И потом нажал Кнопку влево Чтобы не потерять скорость Потом выстрел Точнее выстрел Потом кнопку влево И начал скользить Вот этот момент Видели Дальше идут Вот эти самые Подсебяшечки И он Тоже Их бустит Видели Он выстрел Ракету По земле Проскользил Еще добрал Почти сотку Юнитов Дальше Использование Ракеты С рампами Тоже Но на рампах К сожалению Бустит Там Только наркоманы Этим занимаются Не Можно Но сложно В общем Так скажем Да Можно Но сложно Я люблю Только наркоманы Этим занимаются Ну я Ну опять же На больших скоростях Вот эти вот Бусты Там где-то 3000 юнитов Они не особо Много поддают Больше шанс Потерять этой скорости Они уже Больше Дают вам Изменяют ваш Спейсинг То есть У вас уже Строение Джампов Будет По-другому Идти Это Очень Да Пригодится Да То есть Они используются После там Допустим Скажем 2000 юнитов Они больше Используются Не для скорости А для того Чтобы удлинить Ваш прыжок Точнее Удлинить Ваш нахождение На земле И так скажем Если вам Не хватает Расстояния Вы приземляетесь Там Где-то Перед стеной Где вам нужно Сделав Буст Вы проскользите Определенное Расстояние По земле В зависимости От вашей скорости Расстояние Естественно Разное Вот Делаете прыжок И вот этот Расстояние Которого вам Не хватало До стенки Вы его Набираете За счет Этого Самого Буста Но не Для скорости Как бы Вот так Она Все Будет Также Бусты Используются Для Резких Поворотов Допустим 90 градусов Необязательно Это все Только для Скорости Проходит Ну да Густами Можно Скимить Углы Можно Все что угодно Можно Своё Самомнение Восвышать Что Ты можешь Таймскейл Единица И погнали Еще раз Раз Два Ну вот Это так Крыжок Выглядит В оригинале Главная Суть Буста Любого По идее Это Задержка Между Выстрелом И Прыжком Да Раз Брать ГБ 5 Прохождение Каких-то Рокетранов Ну не только Рокетранов И Комбо Карта И все Эти элементы Используются В сочетании Еще с другими Оружиями Да Но об этом Все Еще Мы поговорим Обязательно Вот они Подсебяшки Пошли Подсебяшки Тоже По идее Чувствовать Вот это На ходу Какой Примерно Надо В угол Выставить Это Тоже Надо Потому что Здесь Допустим Вот Нету Очень Просторная Карта И нету Доступа К стенам В определенных Местах Поэтому Если вы Не делаете Подсебяшку То вы Очень много Теряете Так что Иной раз Даже Одна Подсебяшка У вас Может Зарешать Просто У нас Не всегда Есть возможность Выстрелить От стены У нас Есть Допустим Только Пол И Какая Там Упределенная Скорость И Вы Можете Делать Подсебяшку У вас Создаются Уроки Что Делать Подсебяшку Можно Жан Увгну Крл Посмотреть Еще Там Идет Комбинирование Газбуста На 180 градусов И 2х Давай 0.3 И Смотрим Угу Запускаем Ну Вот Здесь Вообще Это Ядреная Вещь Ядреная Хрень Здесь Делается Рокер Буст Разворот Запуск Ракеты Наперед И Отталкивается Двумя Ракетами Сразу От Стены То есть Ну Вы Понимаете Короче Кто Читер И Опять Ж Эти Подсебяшки Да То есть Это Не Что То Экзотическое Прям Это Вполне Обычная Вещь Которую Не То Чтобы Должен Которую И Играть Играть В Авиапон Картах Вы Ничего По Сути Не Добьетесь Потому Что Они Реально Решают Люди Которые Не Умеют Делать Эти Элементы Они Вряд Ли Эту Карту Во Первых Хрен Хрен Запустит Начальную Ракету И Хрен Поймает Потому Что Скорости Тут Не Хватит И Во Вторых Здесь Стен Не Особо Много Таких Чтобы Оттолкиваться А Руки Там Было По Пути Где Естественно Тайм Такой И Не Поставить Никогда В Жизни Ну Можно Еще На Завершение Так Совать Посмотреть Алкокиди Там Удлиняется Как раз Такий Спейсинг Благодаря БГБ И Есть Возможность Запустить Ракету На Перед Тоже Ну Это Мы Смотрели Данку Я так Еще раз Я Покажу На Замедление Так Чтобы Было И В конце Там По-моему Тоже Ты Использовал Густы Для Тоже Повернуть Или Нет Ну Да Там Буст Конечно Как Вспомогательное Для Поворота Но И Изменение Спейсинга Тут Оно Очень Кстати Потому Что Обычные Выстрелы Тут Немножко Ну Немножко Не то В общем Идет Вы не Попадаете Правильно Как-то По джампам Ну В общем И целом Это Была Самая Долгожданная Наверное Некоторыми Людьми Серия Приятно Вам Приятно Было Вам Про Плазму Если Есть Какие-то Вопросы Еще Дополнительно По Рокет ГБ Пишите В комментарии Не стесняйтесь Будем Отвечать Я думаю Как мы Пройдемся По всем Оружием У нас Будет Такой